Я не понял, это что за пацанова от ореха такая была? Ребята, рекомендую вам подписаться на канал ИванМикс Заходим, подписываемся, нажимаем на колокольчик Все оповещения Это канал, который раньше снимал активно Сейчас он, соответственно, восстановил свою репутацию в плане съемок И снимает в основном танчики онлайн Также он их стримит, ребята И еще делает интересные всякие реакции Мне, допустим, последний ролик понравился Учим реального новичка играть Типа он там с девушкой сидит Поэтому заходите, смотрите Прям все очень прикольно, мне очень понравилось Вот так же здесь будут проходить масштабные конкурсы Все здесь будет, ребята И давайте устроим еще мини-конкурс от меня На подписочку на этот канал Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику Подписаться на мой канал И в комментариях написать свой игровой никнейм Все, как только у нас пройдет ровно 24 часа Я сделаю итоги И кто из тех, кто подпишется на этот канал Получит от меня 5 контейнеров Какой-то один человек Всем удачи, ссылочка на этот канал В описании Всем привет, дорогие друзья С вами Вайдер И сегодня мы с вами записываем ролик Потаник Молайн С обзором на ответы ореха Мне говорили здесь Очень прям мега интересный выпуск И что он здесь сказал Что Теслы в итоге не будет Я еще, ребята, этот ролик у нас не смотрел Не чекал Поэтому сейчас с вами будем все это дело поздевать Некоторые из тех вопросов я у нас буду скипть Поэтому, ребята, если вам нравится обзор реакции На вот такого рода ролики от разработчиков Типа видеоблоги какие-то интересные Либо вот как раз-таки ответы на вопросы Потому что, ну, мне кажется, это самая такая прикольная штука Которую нужно выпускать на постоянной основе Блин, у меня здесь красненькая точка Я сейчас вот так вот сидел за компом Кого же с вами, ребята, напишите обязательно в комментариях Вот, ну, короче Ну, кстати, не так уж много и дизлайков В этот раз набралось по комментариям Вопрос ореху Вопрос ореху Вопрос Получится ли внедрить в игру Вопрос ореху Вопрос 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 Что со Steam-версией? Опа Классный очень вопрос Ребята, Steam-версия сейчас обновляется Скоро мы туда добавим HTML пятую версию игры А, да? И при этом обратите внимание Что флеш-версия игры перестанет быть доступной в игре А, да? Скорее всего, если у вас будет какой-то способ на нее попасть А этот способ есть Ребята, помните? Мы этот способ уже ищем Ага, ага, ага То с ближайшим обновлением боевки И флеш-версия перестанет запускаться И у нас везде будет HTML5-версия на... Эээ! Офигел? Не надо! Которой мы сконцентрируем наше развитие. Про новый интерфейс вы уже видели, скоро мы будем его уже... Это чё? Я не понял... Это чё за пацана от ореха такая была? А? В смысле? Мы же работаем. Ээ. Так. Едем дальше. Добавит ли ещё карт матчмейкинг? Так как я недавно играл и три раза подряд попадал на Red Alert? Уважаемый беспонтовый пирожок. Эээ. Он его обозвал или он так написан? Никнейм. А, беспонтовый? Я думал он уже на оскорбление перешёл. Так. То ты три раза попал на одну и ту же карту и тем, что карт мало, например, да, может быть, она не обязательно. Ты мог попасть на карту магистраль, на карту ещё какие-нибудь. Ну, короче, ясно. Не ведут. Вернут ли ночные карты в матчмейкинг? Ночные карты в матчмейкинге. Ну, ты бы такую себе. Давайте разберёмся, почему их сейчас прямо нету. По-моему, они когда-то были в матчмейкинге. Так вот, когда они были раньше... Кстати, я не помню, а были в матчмейкинге карты... Ой, в ночные карты в матчмейкинге. Ну, типа, раньше они просто по дефолт создавались. Наверное, были. У нас игра была в основном на флэш. А на флэш освещение отличается несколько от HTML5-й версии. На флэш есть то, что мы называем омник. То есть, снаряд, который летит, имеет вокруг себя сферу света. Он подсвечивает объекты, когда мимо пролетает. Короче, давайте я вот сейчас предскажу, что он скажет. Типа, пока их не будет, как мы только доделаем графику в HTML, мы их ведём, да? Ну-ка. А вот ночью становится особенно классно. Ну, вы помните, ночные новогодние карты. Пока мы не сделаем так, чтобы освещение работало точно так же в HTML5-м, есть у нас определенные планы в эту сторону, мы не будем возвращать в ночные карты матчмейкинге, потому что будет темно и не будет. Вопрос ореху. Где Тесла? Ты её прячешь? Съел? Ты её съел? Я её прячу. Приходите, на розыгрыш, который объявлен у нас в анонсах, и там будет разыгрываться как раз эта самая новая Тесла. А пока она не разыгрывается, я её буду прятать. Ну, походу, да, ребят, на день рождения, кстати, таток в онлайн Теслу у нас не добавили, и, скорее всего, она у нас появится уже после розыгрыша, как я и говорил. Там у меня было два предположения. Первое предположение, что она появится в самом день рождения, то второе предположение, после того, как они, соответственно, её разыграют. Поэтому, ну, типа, короче, да. Алексей Свирелкин спрашивает. Алексей Свирелкин. А что они зажали? Задает тебе вопрос. В контейнеры добавят дроны. Алексей, мне очень интересно, как ты пришёл к этому вопросу, потому что действительно у нас есть планы добавить, но не дроны. Хотя, может быть, будут и дроны, мы пока не уверены. Мы обсуждали обновление контейнеров с добавлением туда вооружения МК-1. То есть, запушки, корпуса, может быть, дроны, может быть, защитные модули. Зачем? Ну, для того, чтобы ты приходишь в игру и тебя не встречал не этот огромный выбор, перед которым ты не знал, что выбрать, а постепенно играя в игру из контейнеров, ты получал всё новое-новое вооружение и продолжал ему радоваться. Ну, типа, есть в этом логика какая-то есть, так призадуматься. Я, ребята, скипну этот вопрос, потому что мне просто-напросто неинтересен. Когда новая графика в ТО? О! А кто спрашивает? Так, Константинович. Константинович. Давай этот вопрос будет постоянной рубрикой. И всё? Геймер на широке спрашивает, когда в игру вернут управление с геймпадом? Так, это тоже неинтересно. Вопрос для Ореха. Будет ли новая графика карт? Типа, новое небо, более прорисованные здания и тюрьмы. Я хочу. А вот и наша постоянная рубрика «Где новая графика?» Битый кай пальцем. Уважаемый Драгон Гросс, наверное, новая графика неизбежна. О, круто. Повезло, повезло. Так. Е-хе-пру-чх-блу. Я не понимаю. Е-хе-пру-чх-блу. Э-хе-пру-чх-бл. Ой, ну как ты это делаешь? Так, в общем, энергичный спрашивает. Режим... Я сперва не понял, что она там читает. Что за е-хе-мещ-кур-бл? ХЖЖ возможен? Так. Нет. Гад такой. Следующий вопрос. Когда новая физика для паркуристов? О, вот это, кстати, интересный вопрос. Совсем новой физики, разумеется, не будет. У нас есть одна физика, игровая, иначе это была бы совсем другая игра. Про проблемы нам известно. Например, во время прыжка ваш танк может... Вот, 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 вот. Видите? Вот эта вот проблема меня тоже раздражает. Ты едешь, летишь, летишь, летишь и просто врезаешься в какую-то стенку невидимую. Ну-ка. Внезапно остановиться в воздухе. Физика его останавливает. Про эту проблему нам известно, но мы пока с ней ничего не делаем. А почему? Другая проблема, она чуть более решаемая, это когда вы пытаетесь прыгнуть как раз танком, например, воспользовавшись отдачей от взрыва. Взрывы у нас расталкивают танки, и на HTML5 они действуют, эти взрывы, слабее, чем на Flash. Да. Мы можем увеличить этот параметр, но понятное дело, это то, что параметр связан с Flash-версией, на Flash-танке начнут улетать совсем далеко. То есть, когда мы выключим Flash-версию, мы сможем вернуться к этому вопросу. Типа, Flash-H-тим-эль же, или как там все это, блин, вот здесь как-то это, да, как-то аж заставил признуматься. С одной стороны, на Flash еще хочется поиграть, но с другой стороны, типа, он это не сделает, пока Flash полностью не уберет. Прикол. То ли Яким, то ли Дмитрий интересуется вопрос боссу-танков? Большому боссу-танков? Но это не точно. Будет ли отображаться защита модулей и устройства в бою над игроками при нажатии клавиш R или V как на флеше? Нет, она не будет. Мы не будем добавлять дополнительные клавиши для этого. Мы считаем, что сейчас по таблу достаточно информации и над игроком тоже достаточно информации. Что мы делаем? Мы показываем резист, то есть, рядом с полоской его HP видно резист у этого танка от вашей текущей пушки. И мы показываем, если вы пытаетесь на него нанести статус-эффект, который не работает. Я уже, кстати, объяснял по этому вопросу, что это просто дело удобства. Чтобы не искать в таби, чего-ка, который тебя бесит, ты просто нажимаешь на Ирку, смотришь и все. Ну, блин, это удобно было. Мне нравилось. Это тоже прекрасно видите. Для всех остальных случаев стоит открытат найти этого игрока и посмотреть, какая именно у него защита. А следующий вопрос от девочки с красивой аватаркой. Она тебя приветствует и говорит, Орешек, когда новый режим с вагонеткой? И смайлик с поцелуйчиком. Ой, какое спасибо большое. В прошлый раз, когда меня спрашивали про новые режимы в матчмейкинге, я ответил, что считаю возможным добавить еще только один. Это режим с вагонеткой, а именно есть какой-то объект, который двигается по карте и команды должны его двигать, подъезжать и отгонять противников друг от друга. Но, понятное дело, чтобы сделать его хорошо, для него, мне кажется, нужны чуть более специальные карты. Например, сперва вагонетку нужно захватить, потом куда-то толкать, нужно и продумать маршрут. Все это требует много работы и пока мы не занимаемся. то есть даже в планах такого режима у нас нет, он положен где-то далеко на полочку, но ждет своего часа. Короче, его не будет, ребят. Мы анонсировали, что ты разжуешь и по полочкам нам разложишь изменения в силе дронов. Ни слова больше. Я не знаю, что происходит. Поучаствовать и забрать... Объясняющий все в фломастер. Поехали. Для начала, чтобы стало всем предельно понятно. Плюс 100%. У нас есть двойная защита. Так, ну это, наверное, для дурачков совсем объясняют. Я не буду, ребят, это смотреть, потому что... Ну я, в принципе, и так все понимаю. Короче, такой ролик у нас получился. Ну что по таким вопросам уникальным. По поводу Теслы он спросил, да, что ее не будет, не добавит, но в итоге она выйдет уже, потому что розыгрыш будет, соответственно, если ее разыгрывают и участникам начислить, значит, в скором времени она там буквально через денек, может через два уже релизнится абсолютно всем. Так всегда делали. По поводу... типа вооружения, добавить в контейнер. Есть какая-то в этом логика, но типа опять же непонятно зачем. Что там еще интересно. Новая графика, то что будут ее переделывать, детализацию карт, то что это неизбежно, это прикольно, мне нравится. Про режим ХЖВЖ это печально, то что он забраковал, физика для паркуристов там переделывается, будут они ее делать, это тоже в принципе хорошее. Тем, кстати, вот этим нужно прям заняться прям конкретно, потому что мне кажется в Танк Улайн прям большая каста паркуристов и вот действительно я знаю ребят, которые сидят чисто тишины всякие, да даже просто которые летают и паркурят им типа эта тема очень нравится, они в Танк остаются лишь только из-за этого. Отображения в бою над игроками нет, режим с вагонеткой не будет и полное объяснение дрон, ну такое, ну в принципе здесь даже особо и хейти-то незачем, шуток прикольных не было у нас таких прям уж веселых, поэтому, ну и наверное поэтому и дизлайков не так уж и много. Ладно, короче ребят, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик, вам понравилось обязательно ставьте ему свои царские лайки, также называть подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, с вами был Вайдер, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok